Не успел распорядиться похищенным золотом. Полицейские казани раскрыли разбойное нападение на ювелирный магазин в московском районе. В пятницу в девятом часу вечера в торговую точку ворвался человек в маске с предметом, похожим на пистолет. Угрожал, бил витрины и забрал все, что только мог за те считанные секунды, которые находился внутри магазина. Динара Камалова знает, сколько он успел украсть и как на него вышли. В пятницу 20 часов 5 минут в ювелирный магазин врывается человек в маске и с предметом, похожим на пистолет. Как рассказала одна из сотрудниц неизвестной, ворвался в магазин, громко кричал, размахивал пистолетом и разбив витрину, похитил золотые цепочки. Он находился в магазине считанные секунды, забрал все, что успел и быстро скрылся. Сотрудники торговой точки тут же вызвали полицию, но к приезду первых экипажей от нападавшего и след простыл. Сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей. В кратчайшие сроки полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к совершению нападения причастен 26-летний житель города. Оперативники выехали по месту его нахождения и задержали его. Свою вину молодой человек признал полностью и указал на место, где спрятал похищенное. Похищенные драгоценности нашли упакованными в пакет в гараже знакомого подозреваемого. Изъятые орудия преступления под давлением таких у них что-либо отрицать было уже бессмысленно. Все изъятое приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Молодой человек может ближайшие 10 лет провести в местах лишения свободы. Суда задержанное будет дожидаться под стражей. Зинара Камалова, Вызов 112. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.